Всем привет! Всем привет! У меня сейчас очень много экзаменов, поэтому готовить, ходить в магазин вообще некогда, с утра до ночи в колледже, и мы пользуемся достатком перекрестков. Очень удобно, быстро, там весь ассортимент точно такой же, как в магазине, все те же скидки. Уже сделала заказ и жду курьера. Да, очень удобно, чтобы вставка очень быстрая, всего за 60 минут. Курьер поднимает заказ прям до двери. Продукты всегда свежие, все акции, все скидки, все это сохраняется, как и в обычном магазине. И, как Алина уже сказала, что ассортимент точно такой же. И попробую, что же скидки будут лучше. Хлэ. Естественно, давайте, очень удобно. Вот. Вот тоже есть. Да, мы разогрела, наскаловала, мы бы с ней перекусили, и ее же готовите дальше, не дамя. Матрин. Мы любим пить кофе. Курьер тоже взял, занял кипятком, перекусили, и дальше работать. Чай зеленый. Конфеты. Экспрессо. Еще раз. Давай, искать здесь. Штук. Колбаса. Быстренько, путеволе наделал. Микроволокку поставил. И, конечно, виск, не через. Или на сковородку. Семушки. Тоже от стресса. Макару. Сидя. Докумывай, смотри. Еще. Кульпоза. Сейчас виски. Тоже в микроволокку. Положил. Разогрел. Пожарим. И ешь. Соевый соус, естественно, для того, чтобы будет заливать фунтюзу. Макарошки. И все расходисты. Еще очень классно, что Перепрестов для своих новых клиентов дарит скидку в 20% по нашему промокоду. Все, что вам нужно сделать, это установить приложение для того, чтобы его установить. Сканировать QR-код, который вы сейчас где-то увидите тут, наверное, сканировать QR-код, оформить заказ, курьер поднимется прямо на двери, спускаться никуда не надо, по магазинам ходить тоже не надо. Все очень быстро, все очень быстро, классно и удобно. При оформлении заказа ввести наш промокод, если вы новый клиент Перепрестка и получить скидку в 20%. Поэтому пользуйтесь, очень классно, удобно и мы очень часто пользуемся, даже когда просто вот в городе. Наконец-то мы доехали. Тепло хоть стало. Устали дети? Нет. Поедете еще куда-нибудь? Да. Да? А я думаю, скажете, нет, зачем нам с вами ездить? Да. Да? Да, все. Все. Приехали. В магазин, правда, не заезжали. Дети, не знаете, у нас там молоко все есть дома? И хлеб, и все. Вы ходили в магазин? В строительный ходили. Ой, Тая. Алиш, маленечко, отпусти, пусть она бегает. Она тут пищная, может быть, у нее уже долго. Мы с ней во дворе сидели, она там сидит. Я упала. Упала? Еще. Все, пошлите домой. Будем смотреть кухню. Может, ослепнем сразу. Все приготовила. О, поедим. Тебя подпаивают. Тут кофем, да? Ну да. Ну-ка, покажись. Иди сюда. Купили тебе, девчонки? Во. Во какой папка. Что у тебя там внутри? Утеплитель? Утеплитель. Немного. Немного-то. Ой, как дышит. Паралон. Угу. Ну вот. Сам цветок цветок. Угу. Все уже скоро закончено будет. Тут у Васи мухи. Тая, ты тоже сюда? Что, дождь был днем? Дождь был днем? Не было? Ой, не ори, не ори. Огород свой проверить. Все цветет и пахнет, растет. Перец, я уже говорила, я оборвала. Чтоб другие росли. Дома дозреет. Ой, лепота, лепота. Дома хорошо. Огурцы надо будет завтра проверить обязательно. Я первым делом в малину. Перезревает. Завтра, если собирать, то только на заморозку. Видишь, она уже все. Особенно вот тут вот, видать, перезревает совсем. Ну, есть еще малина, есть. Ну, ночь постоит, она все. Только на заморозку. По-другому никак. Видите, все, перезрела. Малина, мы, по идее, вот такую собираем, вот. А это уже только на заморозку. По 75. Вот она, вся перезрела. Ну, хочешь по 75, но. Ну. Кстати. Мы сдали уже ровно на 35 тысяч. Да? Да. В прошлом году, я не знаю, почему зрительница одна писала, что я говорила, на 60 мы сдали. Не, так же на 35. На 30, да? На 37. Я не могла, ну, около 40. Я не могла никак сказать 60, потому что где-то, ну, 37 копейками, около 40 тысяч. В этом году ровно, вот, на 35 сдали. Ну. Мы будем делать бизнес, мы будем делать пакеты. Мы будем себе шмотки, в кубы, себе тапки. А у нас так и получается шмотки, тапки, сланцы. Ну, мы пока не тратим их. Вася все в кубышечку складывает. Вот это уже можно собирать. Она, смотрите, вот она такая крупная. Это называется транзитная или какая-то? Не знаю. Вот, она тоже зреет. Но она такая грязная, она понизу. Вот ее везде много. Или провалитная как-то там. Ремонантная какая-то. Это значит, она еще осенью будет. Она сентябрьская, августовская, сентябрьская. Вот ее много. Ну, как ее? Она вот, ну, вся понизу. Я собирала как-то ее. Подум сел. А она такая грязная. А как ее в это... Ой, не просто не утонуть бы тут. Вот. Видите, какая она огромная? Вот можно, кстати... Она такая тугая. Ее очень сложно собирать. Сложно. Она прям ломается. Посмотрите, по сравнению с этой... Как билирубин такая же. Ну, ничего, завтра, может быть, баночку соберем тоже. Мам, знаешь, почему я сказала билирубин? Она же просто рубин называется. А у меня всегда рубин. Билирубин это когда у детей малышей проверяют на желтушку билирубин. Ага. Угу. Пацанов, как мне нравится. Я хочу грушу. Грушу еще рано. А дошли вы собирать. Ну, так кто бы залезал... Отец собирает сливу, но мы едим. Ну, мы ничего... Это не слива, это алыча. Слива вон там, она еще незрелая. А вот эта вот большая... Отец постоянно собирает алычу. Я ем такую. Ну, мы съедаем сразу. Вон она, вот. Я думаю, это слива, мам. Это алыча, вот такая большая. Это же самое, что слива. Слива поменьше, она вон там. Надо тоже собрать. Вася, она берет целый тазик. Мы раз, съедим быстренько. Помидоры начали зреть. Это яблоки нападали. Это не помидоры. Это вот... Я буду говорить на бабу. Ой, какая чистота. Как все прибрали. Дверцу только папка так и не сделала некогда ему, да? Да. Вы что, девчонки, огурцы занесли домой? Да. Я же целую кастрюлю малосольных сделала. Это пара же соленая. Ёшкин кот, я забыла сказать. Кажись, забыла. Ну, не может съесть мам. Ну, конечно, съедил. А я ее. И малина стоит. Вот. Малина можно съесть. Целая кастрюля малосольных огурцов. Не все домой надо в холодильник их поставить. У нас автоматически свет включается, включается. Какой запах. Как пахнет вкусно. Моё вкусно прям пахнет. Ммм. Ммм. Да. Как вкусно пахнет. Да. Все, сейчас мы будем все кушать. Я и я. Ух, огурчики. В холодильник надо только. Я про них всем забыла. Да все, съедим. Конечно, семья большая. Молодцы, девчонки. Спасибо, да? Прибрали все, помыли. От жира мне отмыли. Мам. Оу. Ой, как красиво. Ты как балерина. Вообще не похожа. Да. Похожа. Ой, ой, как красиво. Моя девочка сладкая. Спасибо. Мы вчера только два пакета еды купили. У нас уже ничего нету. Чек. Нет. Ну, мы вообще взяли и солили себе йогурт. Она подумала, что... Как-то некрасиво, да? Да. Только себе покупать. Насчет мяса, да. Пишут, взяли бы пять килограмм мяса. Там чуть-чуть мяса осталось. Надо покупать. Может быть, завтра съездим. Вася, мы очень часто покупаем продукты и иной раз не показываем. Например, вчера Вася... А нет, по-моему, я курицу купила. Ну, бывает такое, что Вася поедет, я попрошу, например, купи мне там две курицы, да? Ну, как их показывать, эти две курицы? Я просто их раз в холодильник положу. Вот когда что-то там покупаем, вот так побольше... Так, только это надо, да? А колбасу чего съели, Настя? А, ты не любишь эту колбасу? Там две штучки внизу лежат. Вы не увидали? Вареную? Да. Да, две. Царицына? Да. Моя и вкусная. Самая наша любимая колбаса. Она жеваная. Вот это вот нам вкусно. Да. А что, зачем моя единая? Царицына как-то вкусная. Это наша домашняя. Они, это моя, они просто вареные. Это свекла вот такая вот. А дожди, наверное, без конца. Так это потому, что какие-то нас поливают чем-то. Да прям кто что поливает. Я расту вон. Я. Я только что отвечала на комментарии. Ой, я так хохотала. Некоторые такие комментарии смешные. Ой. Как там написано. Вся семья тупые, только понтуетесь. И я написала, что ну тупым легче живется. Да. Но на самом деле это же реально так. Когда человек тупой, он не сильно задумывается там, не переживает о завтрашнем дне. Он все время радостный, веселый как бы это. И я так в комментарии и ответила, что тупым реально легче живется. Сколько у вас штук? Четыре. А мы три пили. Ну что, вы считать не умеете, сколько у вас? Дома, Саша, я, Софика, четыре. Я свою дочь, она не посчитала. И тогда она все равно пить не будет. Кстати, вот вы покупаете, а я потом... Они стоят в холодильнике дня три-четыре. Я выкидываю. Баба. Мама. Господи. У Софии, у него есть. София, на кого ты похожая? Не забрала. Еще, оказывается, я, у меня просто времени нет в комментарии зайти. Я тоже там отвечала, что, Тома, не палася, что Настя с Софикой у Дарины. У Дарины только вещи. У нее комната какая-то, мне вот тоже, Дарина комната на самом деле не очень нравится. Но Дарина ее любит. В ней воздуха нет. Она как-то глухая. Да, интернета там тоже нет. С народа там ходит, открывает клава, ходит, открывает дверь. Кстати, завтра поедешь на массаж Софика, я зайду домой, привезу вентилятор. И привези гриль. Куда мне его ставить, ваш гриль? Ну, хоть бутербродики такая-то, можно овощи. Ставить некуда. Если едем, я говорю, ну, ребенка родишь, и как это будет медсестра приходить? Вот, ну, это, наверное, не ходят тут медсестры. А у нас даже врач приходила. Вот кто они? Ну, и Сафику тоже. Ну, Тюхтете. Ну, я всегда говорю, у нас. У нас все равно, Тюхтет это наш. Как бы, как мне говорили. Что вы говорите, у нас, у нас? У нас в Тюхтете приходила даже... Ну, пошел здесь летом, переедем отсюда. У нас в Ладожской. Да, у нас в Ладожской. Там даже врач приходила, медсестра приходила. А там и с сестрой врач приходила. Да, а тут я не знаю, ходит патронажная сестра или не ходит. Настя говорит, ну, мам, ну, в конце концов, я не собираюсь уважить. А я говорю, ну, как ты одна с маленьким ребенком, с рожденным, как ты будешь там одна? Часовка. Такая деловая, она прям там одна собралась. Настя говорит, мам, и где мы тут? В проходной комнате? В Дарениной комнате, потому что, ну, нереально, там никак. Мы можем выселить, если она, например, тут учиться будет. Да, мы сегодня подали заявление. Если будет у тебя учиться, она тебя выселит. Я хотела сделать. В Дарениной комнате уже очередь, все равно. Ой, что, Дарина, на полный стойный пассаж. Не, Дарина уже сегодня сказала, мы когда заявление подавали, она сказала, я не буду сдавать вступительные экзамены в условие. Ой, ой, не говорите. У нас Динк 6. Восемь. Восемь даже? Да. Ну, ты сама виновата. Тебя не... Три, да. Между прочим, хочу сказать, Динка прям вообще разозлился. Он сказал, зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Диловой такой. Ну? Я говорю, нет, я ему говорю, а я что, 10 лет декрет уже сидеть? Он говорит, ну, если мы в отпуск, каждый будет заканчиваться беременность, то да. Я говорю, как ты еще инкубатор. Ну, в общем, вот так. Динке вообще это не понравилось, что Настя решила там куда-то поступать учиться. Они даже там поругались по телефону там со всем. Ну, в общем, вот так вот. Я говорю, Насте, хорошо бы здесь Владожское снять. Но у нас никто... Я писала много вот всяких объявлений. Не сдаю тут жилье. Не знаю как. Конечно, было бы легче, если бы тут где-нибудь сняла бы и все. А вот так вот будет она там в Слабинске жить. У ребенка Колики, вот когда Софийка маленькая была, она раз мне позвонит. Мама, Софийка плачет. Мы с папкой... Плачет соночек. Раз прилетим там что-нибудь, а тут не намотаешься. Среди ночи так далеко. Где-нибудь тут бы жили, мы бы примчались, конечно, сразу. Хотя она и с Димой была, но все равно или Дима, или мама приедет с ребенком помочь. Разница же большая. Ой, мы так много будем разговаривать. Настя вообще обещала снять видео, как проходит. Да я уже вам вообще-то и вопросы не писала. Вам ничего не надо. В смысле? А когда? Вот ну-ка, когда у тебя есть время, скажи мне. Завтра, например. Завтра у тебя массаж, потом опять. Надо папке съездить, комод собрать. Я не знаю, у нас... Хотя у нас пишут, что вы делаете, у вас день-то лень. У нас нет времени, совершенно ни на что. Нет, у нас много времени. Слава Богу, нам все хватает. Я не знаю. Наверное, нельзя так говорить, не хватает времени. Было бы чуть побольше часов в сутках. Да, да. И знаете, все равно же и отдохнуть хочется. Вот там зрители пишут. Ты почему пока не сказала вчера? Не попрощалась? Я просто забыла. Не то, что забыла. Я пошла Софигу укладывать. Другой сейчас уложу ее и сниму тихонечко с детьми. Как раз еще, думаю, они в телефонах сидят. Я сниму. И что вы думаете? Я не встала в отворье. Она утром встала. Говорит, мам, я забыла. Она говорит, мам, ты меня наоборот убьешь. Я забыла сказать. Я всегда даже... Бывает, что тоже забуду. Дети уснут. Я все равно встану там. Приду, все равно сама сяду и скажу пока. Что попрощаться надо. Она говорит, давай я пойду сейчас сниму. Я говорю, все, уже не надо ничего снимать. Ну, уснула с ребенком. Мне сейчас Алине только мы поехали. Говорю, да, хочется вот Алина, Дарина, мы все дома. Хочется посидеть вечером фильм какой-нибудь посреди вместе. Там, по щелка семечек там или с Хайлой. Какое? Сколько? Я же спать. Я ноги мазать, я в садику кладу, все. Ну, я... В 10 я полностью вырубаюсь уже все. У меня сил ни на что нет. Тебя как на роботе отличает по времени специально. Да. Как-то мы в Тюхтете жили, я могла там до часа фильмы посмотреть. Я сейчас вообще ничего не знаю. Ну, а мы как-то с Динкой тут уже жили. Я тоже. Я Софию уложу, пойду еще уроки там поделаю, еще что-то поделаю. До двух, до трех ночи. А сейчас я не могу такое себе позволить. Да, потому что я... Все, мы спим, спим все время. Дариночка, солнце пришло. Дариночка, ну-ка скажи всем, кто живет в твоей комнате? Там комплекс, что творится в комментариях. Нет, она там живет, но она постоянно нас ругает, чтобы там складываются вещи не так, где положено. Ну, некуда у нас вещи складывать. Нам надо еще два комода купить. Алина приедет, у нее сумку оставит. И Настя, да? И Настя, Сопа и я. Это что у тебя такое с ногтями? Мам, ты что, не видела? Мам, она уже три дня дома. Ага. Это какой-то тихий ужас. И смотри, я все могу делать с ней. Я в Алину собирала, кухню отмыла, кушать приготовила, посуду помыла. А я думаю, что там в комментариях пишут. Нет, я на ногти не смотрю, я на ребенка смотрю. Я сейчас только внимание обратила. Мама, это куда и что на ногтях нарисовано? Никто не подсказывайте. Я сама не знала, думала просто... Я тоже думала. Сакура, наверное? Нет, нет. Я знаю, что я говорю, ну, понятно, но дизайн такой себе. А что ты думаешь? Модный дизайнер. Это что-то с морем связано. О, Господи, Боже мой. Господи, Боже мой. А у нее ненадолго. Она нам недавно сделала, она скоро их вырвет. У нее долго не держится. Уже 3 дня не держится. Нет, Алина, я не могу долго с одними тем же дизайнерами. Она, между прочим, знаете, я вам секрет скажу. Она ресницы нарастит, и она через неделю уже все выщипает. Вот зачем она ее видит? Через 2. Через 2. Ну, через 2 уже последние выдергиваешь. Ну, я уже их не наращиваю месяца 3. Ну. У меня тоже не так. И ногти она очень скоро их уже вырвет. Она постоянно в рот их тянет. Она всегда ногти в рот тянет. Как Саша. Я вам сюда хожу, он с ногтем до последнего. Ну, красивые. Не надо такое слово говорить. У нас зрители нежные. Голуба руку падут. Божечки, бросайте мне эту руку решение. Ладно, не будем говорить. А что я сказала? Ладно, все, пока. А посрали меня. Вот. Погнали. Всем пока. Всем пока. Пока.